Приветствую вас на своем канале, у микрофона Данил Добро, канал Быстрый ПК. В этом видео я расскажу про операционную систему ROSA. Она мне, если честно, достаточно понравилась. Тут большое количество образов, которые можно скачать. То есть разные рабочие столы есть, новое свежее ядро. Давайте подробнее откроем. Есть в том числе и 32-битная операционная система. Вот, то есть для старых маломышленных компьютеров. И в описании можно тут прочитать то, что есть поддержка драйверов под видеокарты. И совершенствована система каких-то проверок. В общем, безопасность на первом месте тут у нас тоже стоит. То есть все пакеты тут собраны исключительно под эту операционную систему, которую мы можем скачать и установить на нее. Что делает ее достаточно безопасной. Чтобы запустить на виртуальной машине, нам нужно было настроить виртуальную машину под Fedora. Иначе она не запускалась. Ну вот, настройки примерно такие. Так, ну после запуска и этого нам нужно обязательно использовать пакеты Flatpak, чтобы поставить самые свежие приложения. Вот, например, можно поставить свежий LibreOffice. Можно. То есть это такой у нас красивый достаточно маркет. Большое количество программ. И этот маркет он универсальный. Он работает на всех операционных системах Linux после небольшой настройки, если его по умолчанию не настроили. В данном случае у нас изначально не был настроен. Переходим сюда. Так как Россо очень близко к Fedora, нам достаточно скопировать вот эту вот ссылочку. Только тут желательно показать оригинал, нажать и скопировать. После чего мы вводим вот так вот в командную строку. И происходит установка вот этого репозитория с учеником приложений. После чего мы можем спокойно уже отсюда скачивать приложения. Все, которые тут есть. Допустим, мы сейчас поставим какую-нибудь игрушку. Вот у нас тут есть игры. Каталог игр. Нажимаем больше. Ищем. Допустим, аркады какие-нибудь. Есть гоночки. Есть вот такая игра. Давайте попробуем установить ее. Копируем просто ссылочку. Вставляем в терминал. Окей. И вот так вот все устанавливается. Все, установка завершена. Но она мало весит. И у нас сразу появляется все в в играх. Уменьшаем звук. Так, и теперь нажимаем новую игру. Ну, конкретно сейчас она выдает где-то 50. Почти FPS. не знаю, почему-то у меня управление сейчас очень плохо работает. Прям мышка дергается. Все стороны. Не знаю, с чем это связано. Хотя так, вроде все работает нормально. Ну, я так думаю, связано это еще с экраном. Вот. Да, что-то какие-то лаги пошли. Ну, бывает. Потому что разрешение вот этой игры было меньше, чем основное разрешение. Надо было его, видимо, поднастроить. МБС-ку сюда поставил. Она почему-то не запустилась. Именно захват экрана не заработал. Не знаю, почему. Выбрать монитор, она его просто не видит. Ну, и давайте вот такой вот браузер тут стоял по умолчанию. Chromium. Свободная версия Chrome браузера. Ну, и Янекс браузер тут ставится в один клик. То есть, ставим и устанавливаем. Телеграм-директор тоже поставил. Местные, кстати, мальки сейчас покажу в приложении. По умолчанию тут есть и видеоредактор. То есть, достаточно большой программный набор, который предустановлен. Можно посмотреть, сколько потребляет сейчас система. Вот. Потребляет она 2,5 ГБ. Потому что у нас тут открыто два браузера. Очень даже неплохой результат. Так. Можно запустить телеграм. Терминал. Вот. LibreOffice. Ну, и информацию о самой системе сейчас тоже покажу. с настроечки. Заходим. Можно поменять внешний вид. И в настройках вот на системе вот что тут у нас стоит. Свеженькое ядро. Все очень даже хорошо. Если вам нравится такой вид, можно боковую панель. изначально она в таком виде. Либо значки выбрать. Так. В принципе, на этом все. Вот. Как вы поняли, тут приведется использовать терминал. Допустим, после того, как мы все это настроили, можно, сказать, обновить вот эти приложения, которые мы сейчас вот ставили через терминал вот этой командой. Вот. Ничего, поиск обновлений, ничего выполнить. То есть, нет обновлений. Все приложения самые новые. Так. Ну, в принципе, все, что тут нужно знать. Открыть окно. В этой операционной системе вот сейчас можно обратить внимание, сколько она потребляет. Все лишь 1,3 гигабайта. Ну, операционная система Windows только не потребляет. Она потребляет обычно минимум 2 гигабайта по умолчанию. Вот. Процессор у нас тоже не забит. Все окей. Вот. По быстродействию система очень хорошо работает, очень хорошо откликается даже на виртуальной машине. Говорит о том, что она будет хорошо работать и на ноутбуке, старом каком-нибудь что-то тоже большой, на мой взгляд, плюс. Но единственная проблема это установка приложений, потому что маркет местный, вот так он выглядит. Это, конечно, совсем не круто, потому что нужно будет искать по названию приложения. даже вот, к сожалению, как они не делают вроде акцент, что там русская локализация, но тут ни слова по-русски нету. Что это такое, хотя? кроме вот этого, вот игрушки. Ну что, за игрушку тут тоже ничего не написано, ничего не переведено. То есть, ну как бы есть какая-то недоработка. То есть, если вы плохо знаете, какая вам программа нужна, найти тут что-то будет ну, сложновато. Либо надо будет слепую как-то выбирать. то есть, тот вариант через установку, через браузер, он значительно удобнее, чем то, что предлагается по умолчанию. В принципе, все. Да, вот так, кстати, выглядит тут проводник. По умолчанию тут была белая тема, что-то вот темный тимон как-то выглядит не очень. Почему-то вот часть значков, опять-таки, их не видно. То есть, ну, тоже какая-то недоработка темы по умолчанию. Должны быть светлые значки, как и вот тут, но они почему-то темные. Ну, то есть, такие, наверное, мелкие косяки тут можно еще в каких-нибудь найти темах. Можно попробовать вот эту тему. Окей. Сейчас посмотрим, тут все ли нормально. Вот тут все окей. Значит, эта тема более рабочая. И можно оставить. На этом у меня все. Благодарю за просмотр. До встречи в следующих видео.